Сегодня у православных христиан четвёртый день страстной недели Великого Поста, Чистый Четверг. С него начинается приготовление к Пасхе. Подробнее об этом узнаем у гостя студии. В программе «Утро вместе» Ирей Константин Рева, проректор по научной и методической работе Воронежской духовной семинарии. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что пришли к нам в студию. Ну, действительно, давайте поговорим, во-первых, о сегодняшнем дне. Чистый Четверг – это народное название или это церковное название? Это, конечно, народное название. Этот день связан скорее с воспоминанием установления Тайной Вечери и Таинства Евхаристии. И особое внимание уделяется тому, что человек, очищаясь от грехов через исповедь, готовясь к причастию, получает очищение духовное в первую очередь. В народной же традиции к этому присоединилась и подготовка к Пасхе. Мы знаем, что Великая Пятница – это день воспоминаний о страдании Господа, который нужно уделить для посещения храма. Поэтому готовили жилища, помещения и храм, убирали непосредственно перед Пасхой именно в Четверг. Поэтому их стали называть Чистым Четвергом. А куличи вот когда пекут? Есть какая-то, ну, скажем, традиция? Что касается освящения куличей, то с точки зрения вообще церковной традиции, древней традиции, освящали пасхальные снеди, пасхальные приношения после пасхальной службы. В нашей же традиции уже в 20 веке стали освящать накануне праздника Пасхи для того, чтобы разделить уже с родными и близкими сам праздник Пасхи и не посещая ночную пасхальную службу с снедями, не обременять себя необходимостью еще такие вопросы бытовые решать. Ага. А вот скажите, Чистый Четверг готовились, убирали жилища, а после, вот в Пятницу, можно делать все вот эти вот... Ну, понимаете, это, конечно, делать можно, но здесь вопрос в том, что главная задача Великую Пятницу вспомнить о том, что это самый строгий день в течение всего богослужебного года. Теперь давайте плавно переходить непосредственно к светлому празднику Пасхи, о его значении, потому что многие, ну, наверное, даже в 21 веке при такой доступности информации не до конца понимают, а что это за праздник такой. Давайте объясним, чем он так примечательен. Что касается самого названия, праздник Пасхи происходит от еврейского слова «песах», означающего «избавление», «пройти мимо». Вспоминается событие, когда в Египте находились в пленении евреи, и Господь решил вывести народ, богоизбранный из египетской земли, и для того, чтобы это сделать, необходимо было получить разрешение от фараона. И для того, чтобы это разрешение было получено, Господь посылает на Египет 10 казней. А для христианской православной традиции важно, что вот эти ветхозаветные события являются прообразом нового заветного главного события смерти и воскресения Спасителя, для которого Пасхальный дикненок является прообразом, который так же, как и Христос, избирается, так же, как и Христос страдает, и его кости не преломляются. Именно поэтому праздник Пасхи является праздником светлым и радостным, потому что это победа над тем, что страшит каждого человека. А главная задача самого первого дня Пасхи — это разделить радость о воскресшем Христе со своими родными, близкими, знакомыми, дальними, ближними. И именно поэтому скорее лучше посещать тех людей, которые нам близки, с которыми мы можем разделить эту радость. То есть семейный праздник. Семейный праздник, в первую очередь. И вот этот праздник семейный, он с точки зрения церковной традиции, длится в течение семи дней. И лишь на девятый день после праздника Пасхи назначается время для посещения мест захоронений, кладбищ, когда мы поздравляем с праздником Пасхи усопших. Этот день в церковной традиции называется Радоницей. Это вторник после недели Антипасхи, после следующего воскресенья, за сверлым Христом воскресенье. Но что касается праздничных богослужений, то уже Страстная Седмица — это время насыщенного богослужебного графика, почитания тех событий, которые связаны с шествием Христа, на вольное страдание, на его смерть, погребение и воскресенье. Потому как эти события неразрывно связаны. И для человека, который посещает храм только на пасхальную службу, как бы пасхальное торжество, оно как бы вырвано из контекста. А для христианина православного очень важно понимать вот этот общий контекст того, что происходит. Когда мы в обычной нашей жизни смотрим фильм середины или в конце подключаемся, мы не всегда понимаем и осознаём, почему такие эмоции вызывают то или иное произведение, то или иной фильм, книга у человека, который с самого начала может пережить все эмоции вот от этого произведения. Тем более, когда мы говорим о богослужении и об этом воспоминании. Ну и поподробнее как раз давайте поговорим о светлом празднике, потому что есть службы разные. И человек, ну невоцерквлённый, например, не всегда разбирается, когда идти, куда идти, на какую службу, может быть, с чем идти, по порядку, когда начинаются праздничные богослужения, праздничные службы. Праздник Пасхи является таким очень важным пограничным праздником, меняющим общий настрой богослужения. Когда мы совершаем богослужение на протяжении Страстной Седмицы, мы ещё всё-таки находимся под впечатлением и воздействием Великопостного периода. Мы продолжаем воздерживаться от скоромной пищи. Мы понимаем, что это не время для увеселений, мы понимаем, что это время для молитвы и внимательного отношения к себе и к окружающим. Когда же наступает праздник Пасхи, мы ликуем этот избыток сердца, который возникает в результате этого праздника, мы пытаемся разделить с окружающими людьми. Именно поэтому меняется общее настроение, меняется это настроение и даже визуально. Сами храмы преображаются, меняется цвет облачений, меняется скорость богослужения, торжественность пения меняется. И человек, попадая на пасхальную службу, на ночную пасхальную службу, он замечает эту перемену очень ярко и ясно, потому как богослужение начинается с тихого проникновенного крестного хода, когда вокруг храма в белых облачениях проходят священнослужители. Затем открываются двери храма, перед входом в храм совершается начало богослужения, что не характерно в церковном для богослужебного года, для службы, а это единственная служба, которая таким образом начинается. Затем все попадают в храм в белых облачениях, первая часть службы проходит, и потом в момент, когда предстоятель, старший священник, либо архиерей, впервые поздравляет всех с праздником Пасхи, читается замечательное древнее слово «Энна Златоуста» в День Святой Пасхи, вдруг резко меняются облачения. Все начинали службу в облачении белых, продолжается в красных, в алых облачениях, которые свидетельствуют о победе, о том чуде, которое мы вспоминаем еще из житийной литературы. Мы знаем, как равнопостольная Мария Магдалина уверила одного из императоров римских тем, что император сказал, что скорее это яйцо станет красным, чем «я поверю, что Христос воскрес». И на его глазах яйцо стало красным. И вот это воспоминание отображается в том числе и в цвете облачений, которые сопровождают весь пасхальный период. И долго длится такая служба? Да. Ну, сама служба длится не так долго. Обычно в полночь она начинается, и в начале третьего служба заканчивается. В разных храмах несколько по-разному. Там кто-то более мерно служит, умеренно, кто-то чуть более динамично. Но в целом эта служба проходит на одном дыхании. А вот после службы есть какие-то действия, какие нужно совершать? Ну, в первую очередь, с этого момента мы начинаем приветствовать друг друга всегда живым пасхальным приветствием Христос воскресе. И это главное, что связано с этим торжеством. И в русской традиции, особенно в дореволюционной, была практика Христосования, когда не просто приветствовали друг друга, а обменивались лапзанием трекратным с всяким человеком, даже с тем, может быть, с кем близко не общались, но это была обязательная составная часть церковной традиции. И даже была традиция, особенно в дореволюции это было очень интересно, когда во время пасхальных торжеств сам государь-император обходил строй, допустим, почётного караула, и с каждым солдатом он христосовался. И это такая была интересная традиция, выражающая единство людей вне зависимости от их положения. — И, наверное, про пасхальные разговления, да, когда люди, которые воздерживались от определённых продуктов в воскресенье, в Пасху, выезжают на шашлыки и так далее, и тому подобное. Вот понятно, что вы не диетолог, но, наверное, церковь не очень хорошо относится к таким вот чрезмерным, скажем так, ну, когда люди дорвались, называется, да, до продуктов. Как вы прокомментируете, какие советы можно? — Что касается этого периода и вообще такой практики, как разговление, то нужно всегда иметь в виду следующее, что задача разговления не в том, чтобы человек вновь вернулся и погрузился в обычную мирскую суету, а чтобы он сохранил тот багаж, который он смог накопить за период Великопостного делания. Даже за несколько дней воздержания от пищи, за несколько дней трудов над собой человек может приобрести очень многое. Именно поэтому в слове Анны Златоуста в День Святой Пасхи он поздравляет всех, и постившихся, и не постившихся, начавших пост с самого начала, с середины, либо присоединившихся в самый последний момент. Всех, потому что Христос воскрес для всех. Именно поэтому можно сказать, что разговление касается не только тех, кто постился, но и того, кто разделяет праздник, связанный с пасхальной радостью, с торжеством воскресения Христова. Относительно того, каким образом должно быть организованное разговление, оно должно, конечно, быть умеренным. В первую очередь нужно помнить, что в древности пост — это не столько диета, связанная с воздержанием от скоромной, так называемой, пищи. Такое понимание поста довольно позднее. В древности это пост, который был связан с уменьшением частоты приема пищи, уменьшением качества приема пищи. Допустим, на протяжении всего Великого Поста с понедельника по пятницу вообще устав назначает всего лишь единократный прием пищи. И только в вечернее время. Для кого-то это покажется чем-то близким на традицию, допустим, современных мусульман, которые в течение святого дня ничего не вкушают. Но это общий, ближневосточный такой принцип воздержания от пищи. И в церковной же традиции в связи с тем, что не всякий человек может выдержать в течение всего дня такое воздержание, предлагается возможность несколько компенсировать вот это отсутствие пищи, пищей не скоромной. И когда мы завершаем пост, важно постепенно. Для человека, постившегося, всегда заметно и очень ясно можно увидеть за трапезой, что он может насытиться существенно меньшим количеством пищи, чем это было до начала поста. То есть плавно входит и плавно выходит. Да, то есть условно человек, который съел пасхальное яичко, немножко куличика, какой-то мясной пищи, ему будет вначале достаточно, и он будет себя чувствовать абсолютно сытым. В отличие от человека, который такого опыта воздержания не имел. Что касается пасхальных снегий, мы знаем, что есть традиции освящения куличей, творожных пасх, яиц, мясных продуктов. То здесь, кроме мясных продуктов, по остальным буквально пару слов, почему мы их освящаем. Что касается освящения куличей, то куличи мы освящаем, потому как это хлеб. А хлеб – это символ Христа. Сам Христос называет себя в Евангелии «хлебом жизни». И поэтому этот хлеб, который освящается, является в какой-то степени близким по значению с тем хлебом, который в конце пасхальной службы освящается особым образом, называется он «артос». Греческим словом, обозначающим хлеб, который и символизирует Христа. Кроме куличей освящается творожная пасха. Может быть, я для кого-то совсем новую скажу информацию, но творожная пасха, ее особенно форма, мы знаем, что это усеченный такой конус. А почему это конус усеченный? Потому что это символ гроба, в котором был погребен Христос. Почему для христианина не является смущением вкушение образа гроба? Потому что гроб является символом победы над смертью. И поэтому, вкушая от этой сладкой снеги, мы приобщаемся радости того света воскресенья, который был явлен через пасхальное торжество. И сама пасха белого цвета, как символ света. Что касается яйца, то во-первых, яйцо – это символ жизни. А с другой стороны, то самое замечательное повествование из жизнеописания Марии Магдалины о яйце также подтверждают, напоминают нам о необходимости использование этого символа в контексте пасхальной трапезы. В общем, очень интересно все это узнавать, приобщаться. Спасибо вам большое, что были этим утром вместе с нами. Снова будем ждать вас в гости. Спасибо большое. Хотел бы всех поздравить с наступающими днями Страстной, Седмицей Великого Пятка и особенно со Светлым Христом Воскресеньем. И ждем всех на торжественном богослужении. Напоминаем о подготовке к светлому празднику Пасхи. Мы говорили с Иереем Константином Рева, проректором по научной и методической работе Воронежской духовной семинарии. Наш утро продолжается. Оставайтесь на телеканале ТВ «Губерния». ТВ «Губерния»